Guys, let's welcome our next speaker, Vlad. He will talk about Habitat and mostly Helix. Go on. Всем привет. Зовут меня Влад. Работаю в Brimisim, Sitecore-девелопером. И расскажу вам сегодня про свой опыт с Helix на реальном проекте. Собственно, кто слышал о Habitat? Можете руки поднять? Отлично. Про Helix кто-нибудь слышал? Отлично. Чуть меньше рук. Все хорошо. Кто, может, прочитал документацию по Helix? Ладно. Постараюсь вам немного рассказать. До начала про Helix. Собственно, откуда появился этот Helix? Что это такое? Несколько ребят из Sitecore-комьюнити когда-то полтора, может, года назад написали проект Habitat, который построили на каких-то архитектурных принципах. И, собственно, запаблишили его, и в Sitecore-комьюнити получили довольно положительные отзывы. Далее Hackathon в прошлом году был построен на базе Habitat с использованием Habitat. И, собственно, опять же комьюнити одобрило это все, всем это все понравилось. То есть принципы интересные, рабочие, все хорошо. Тогда решили изложить на бумаге эти принципы и назвали их Helix. Собственно, что такое Helix? Это набор каких-то принципов и соглашений по разработке Sitecore проектов. Ну, для начала, собственно, на чем строятся эти принципы, на каких понятиях. Первое – это зависимости. То есть как между собой взаимодействуют функциональные модули приложения. Далее – это слои, которые указывают направление этих зависимостей. И модули, то есть, собственно, сущность, которая образует слои. Ну, выглядит это все примерно так. То есть типичный проект, который базируется на Helix, он имеет три слоя. Project, Feature, Foundation, в котором dependency направлен таким образом, что Project знает о Feature Foundation, Feature знает только о Foundation, а Foundation не знает ни о ком, кроме как о себе. Собственно, как внутри этих слоев у нас зависимости? Внутри слоя Feature у нас зависимости между модулями Feature не разрешены, и внутри Foundation они разрешены между модулями Foundation. Но согласно принципам, собственно, которые запрещают делать циклические зависимости, и то, что менее зависимый модуль должен… точнее более зависимый модуль, который более изменяется, должен зависеть от менее зависимого, который менее изменяется. Что в этих слоях, собственно, хранится? В Foundation мы должны хранить какие-то архитектурные, базовые, собственно, имплементации. То есть, например, индексинга, поддержки мультисайтовости проекта, экстеншены. То есть то, что меньше всего меняется. И на чем все базируется. То есть что необходимо для всего остального. Фиша – это уже содержит в себе… этот слой содержит в себе уже какие-то бизнес-юниты. То есть то, что видимо для конечного клиента. это какие-то новости, call-to-action, навигация. То есть такие модули. Ну вот пример модуля на основе фиши. Что он в себе содержит? Он со стороны как бы MVC, .NET, он содержит в себе контроллеры, модели, вьюхи, конфиги, ну и бизнес-логику. То есть какие-то сервисы, репозитории. Со стороны Sitecore это рендеринги, темплейты, placeholder сейтинги, ну и какие-то айтемы сейтингов. То есть он объединяет в себе всю функциональность, которая относится именно к этому модулю. Немного о том, как должны быть устроены темплейты согласно Helix. Собственно, темплейты у нас разделяются по типам. И базовый из них это интерфейсный тип темплейта. Он может располагаться в фище либо фундейшене. И нельзя создавать айтемы интерфейсного темплейта. То есть для создания айтемов мы должны использовать либо page-type темплейты, либо data source темплейты, которые находятся в project layer. Я сейчас покажу пример. То есть, допустим, нам надо сделать страницу newsdetailов. И мы хотим, чтобы эта страница включала филды как newsdetail интерфейс-темплейта, так и метатеги. То есть мы наследуем наш newsdetail page от двух фич. И, собственно, получаем page-темплейт, который содержит набор филдов, которые нам необходимы. И еще более подробно как бы как-то в сайт-коре у нас организовано. То есть page-темплейты хранятся под project, как вот здесь можете видеть. То есть project layer, под ним лежат темплейты, которые относятся именно к проекту. И они наследуют интерфейс-темплейты из фичи. Также и для data source-темплейтов точно такая же логика. Сейчас немного о рендерингах. Так как фичи у нас содержат только интерфейс-темплейты, а также фичи у нас содержат и рендеринги, мы не можем использовать интерфейс-темплейты как data source-темплейт в рендеринге. Так как пользователь зайдет в experience-editor, нажмет создать новый компонент, установит ему data source, новый data source и получит интерфейс-темплейт. в дереве, что не есть хорошо. Поэтому как бы надо с этим как-то бороться, это исправлять. И, собственно, в самом хабитате есть solution для этого дела, который предполагает, что… точнее, который заимплементирован с использованием pipeline get rendering data source, который позволяет нам указать вместо data source location и data source template вот такой вот query, который после… во время pipeline будет подтягивать айтем из сейтингов, в котором, собственно, мы уже задаем data source location и data source template. Как бы так вот. Теперь о, собственно, проекте, который я разрабатывал, основываясь на принципах Helix. Собственно, как выглядит solution мой. В solution я заменил название проекта на Helix. Собственно, что мы можем здесь видеть? Мы можем видеть здесь три слоя. Как и должно быть по Helix – это фиша, самый верхний, посередине foundation и project. Так, что здесь у нас? Да, ну, как вы можете видеть, каждый модуль содержит в себе .NET проект, который описывает какую-то бизнес-логику, модели, контроллеры, вьюхи, конфиги в себе содержит. И также вы видите тут TDS-проекты, которые содержат сайдкоровскую часть фиши. Ну, модуля, точнее. Были вопросы у нас, значит, по тому, где располагать IOC. В итоге сошлись на мнение, что лучше всего его расположить в foundation этот модуль, так как на IOC должны ссылаться все, чтобы зарегистрировать свои сервисы, поэтому мы расположили его в foundation. То есть в foundation могут ссылаться каждый по, собственно, принципам Helix о зависимости. Ну, вот пример фиши, как она выглядит, что она в себе содержит в .NET проекте. Это у нас есть контроллер, который отображает вьюху. У нас есть generated-модель, которая, собственно, предоставляется нам глаз-маппером. И view-модель, которую мы используем на вьюхе. Ну, и бизнес-логика в репозиториях для извлечения айтема и добавления каких-то полей необходимых. Как это все выглядит в Sitecore? Ну, вы можете видеть темплейты, то есть идут фиши и проекты. Далее placeholder-сеттинги. Важно, что placeholder-сеттинги должны лежать тоже в фишах, если они относятся к этим фишам. То есть если это у вас какой-то слайдер, который содержит placeholder для добавления слайдов в него, то кладите его в фишу слайдов. Все остальные placeholder, которые содержат комбинацию нескольких фиш, они должны храниться в project layer. Ну, собственно, какое у нас различие с Helix на нашем проекте, если кто-то заметил. То, что в Helix необходимо фиша хранить интерфейсные темплейты. Мы храним не интерфейсные темплейты, мы храним обычные темплейты, которые используем для создания айтемов. И почему мы так делаем? Потому что, собственно, сайт у нас небольшой, как вы можете видеть по количеству, собственно, фиш. И, собственно, он не мультисайтовый, а односайтовый. То есть проект содержит только один сайт. Поэтому использовать интерфейсные темплейты, чтобы их переопределить еще раз, как бы много накладно, что это затянет также фикс с рендерингами, которые я демонстрировал. Ну, как бы с сайтом было более-менее все понятно, он был простой, все хорошо у нас работало, но по мере того, как я изучал документацию по Helix, я частенько задумывался, как заимплементировать ту или иную фичу как бы, ту или иную функциональность. И для себя выделил несколько челленджей, которые предоставляет нам Helix. И первый из них — это если у нас одна фиша содержит разные, собственно, HTML для двух разных сайтов. Ну, то есть на одном нас попросили вывести так новость, на другом так новость. Этот пример, возможно, надуман, его можно как-то решить там по исходерами, еще как-то. Ну, в целом, как бы, думаю, все разрабатывали проект на Sitecore и знаете, что требования иногда очень сильно отличаются для двух сайтов. Собственно, первое, что мне пришло в голову, как это решить, я подумал, почему бы не перенести из фич в юхи в project layer. Ну, то есть в project layer мы можем переопределить в юхи, в каждом проекте свою в юху написать, назвать ее так же, положить ее так же. То есть какие могут быть проблемы. Ну, то есть стоит задуматься о последствиях, которые могут быть, о таком изменении. Собственно, первое из таких последствий — это то, что мы, в принципе, нарушаем модульную архитектуру. Helix — это модульная архитектура, это компонент-based архитектура. И разделяя модуль на… храня модуль в двух разных слоях, мы, собственно, нарушаем эту архитектуру. И, собственно, если использовать такой подход с выносом в юх в project layer, какие сложности у нас еще могут быть? То, что мы добавили в проект в юху… Оба проекта у нас хранят в юхи по одному тому же пути. То есть при деплоинге у нас одна из юх перезапишется и останется как бы одна. Ну, то есть это решаемо. Ну, мы добавим еще один, в принципе, фолдер, который будет для проекта один — это будет проект один фолдер. То есть дополнительный уровень в пути, который будет различаться. Но в этом случае нам надо уметь тогда резолвить в юхе в зависимости от сайта. То есть наш контроллер должен уметь находить ту в юху, которая нужна именно для этого сайта. К чему это нас обязывает? Это обязывает нас использованием контроллера рендерингов. И что еще? Как это можно сделать? То есть базируясь на сайт-нэме… То есть у нас фиша начинает думать о том, на каком она сайте. Тоже не есть хорошо, но тем не менее как бы… То есть это мое видение. Если есть другое какое-то, если кто-то знает, как это сделать по-другому, я буду рад только узнать. Пожалуйста. Еще один челлендж, который я выделил для себя — это челлендж с контент-серчем. То есть есть у нас проект. Контент-серч, который у нас функциональность предоставляет поиску по сайту какого-либо контента. Он у нас располагается в фиче. И заказчик просит вас выводить в контент-серче в результатах дату, если это какая-то новость. Как мы можем это сделать? Нам надо знать про темплейт, собственно, ньюсов. Но чтобы знать про темплейт ньюсов, нам нужна ссылка на ньюс фичи. Но так как мы это все делаем в фичи-леере, то в принципе ссылки между фичами и фичи-леере, они как бы запрещены хеликсом. То есть как бы на этот вопрос у меня ответа нету, который бы удовлетворял как-то более-менее принципам, то есть не сильно их нарушая. То есть в зависимости от фичи, ну это совсем плохо. И, собственно, подведя результаты, что я могу сказать по поводу хеликса и тому, как мне понравилось с ним работать. В общем, чему у нас… Хеликс нас заставляет очень много думать над архитектурой вашего приложения. Ну это хорошо. То есть если все будут делать с пониманием это все, это действительно замечательно. Что еще… что плохо? То, что в принципе реальных проектов, которые базируются на хеликсе, их как бы, видимо, маловато. И по этой причине маловато блогов, которые бы описывали какие-то проблемы, какие-то подходы. То есть они есть, но их очень мало. Ну и, как вы видели, допустим, проблему с рендерингами, с мультисайтовостью. Будете тратить время на то, чтобы заставить это работать, собственно, эти ваши принципы, подходы. Ну это тоже хорошо. То есть это единичное. То есть вы один раз затратите много времени на это, вы это сделаете, и потом из проекта в проект вы будете перетягивать как бы… Вот, кстати, это и следующее достоинство хеликса. То, что это легко позволяет вам создать какой-то ваш собственный хеликс какой-нибудь, там, бримитат, типа как хабитата, который будет содержать себе коллекцию ваших, собственно, модулей и будет позволять вам в новый проект легко их интегрировать. Потому что, по сути, solution-архитектура, что у вашего, что у нового проекта, она будет схожей. Как-то так. Ну и вопросы, может, у кого-то какие-то. Вопрос по поводу использования компонентов. Представляем, у нас есть модуль, да, Sitecore там 8.1 и 8.3, ты используешь какие-то фичи, которые, ну, 8.1, 8.3 дипликеты, что-нибудь такое. То есть как это все будет решаться? Насколько поддержка модуля работает в рамках разных версий Sitecore? Ну, фича, в принципе, то есть какой-то модуль, допустим, фича, news, допустим, detail, опять же. То есть что он в себе содержит? Он содержит контроллер какой-то простейший, да? Содержит в себе модель, view-ху. Ну, то есть как бы это не сильно зависимо от Sitecore версии. Что он в себе еще содержит? Он содержит template, рендеринг и какой-то placeholder setting, что, в принципе, думаю, в каждой Sitecore версии все-таки будет. Поэтому, ну, тут, правда, может быть какие-то проблемы с конфигами быть, если тебе нужны конфиги в твоей фиче. Ну, так в целом, думаю, проблем не должно быть. А на больших проектах рекомендовал бы сразу пробовать Helix внедрять или нет? Ну, я бы подумал. Спасибо. Начинал бы с меньшего потихоньку, да. Ну, говорю, потому что как бы маловато блогов об этом. Ну, то есть его презентовали, написали, что оно хорошо. Каждый понимает, что это хорошо. Насколько это все будет хорошо работать на реальном большом проекте и соблюдаться. Ну, то есть надо, чтобы команда какая-то делала, которая хорошо понимает компонентную архитектуру. То есть соблюдал эти принципы. Ну, за всеми надо присматривать будет тогда. Спасибо. Компонентная архитектура в рамках Core Helix. Я говорю компонентную архитектуру в рамках Helix, да? То есть, ну, Леша спрашивал, что, например, для того, чтобы имплементировать эту архитектуру уже в новый какой-то большой проект. Вот. Стоит ли или не стоит? То есть ты говоришь, что… Ну, я извините, тоже сразу смотри. Вот. Я, если что, Никита. А я Влад. То нужно, чтобы они сразу были уже. А в чем могут возникнуть проблемы конкретно, если люди будут на примере большого проекта осваивать только это? Ну, то есть я просто объясню контекст вопроса. Мне, как человеку, который там, ну, большую часть времени работал на Дотнете, в том числе там на МВС и там все прочее, но имеет достаточно, так скажем, очень мало опыта на Sitecore. Вот. Интересно именно, как так, скажем, освоить сразу этот принцип и какие у меня лично могут возникнуть проблемы. Ну, если хорошо быть знакомым с Sitecore и с Дотнетом, то, в принципе, и с архитектурой приложений в целом, компонентной желательно, то, в принципе, проблем не должно возникнуть. То есть все, что надо, это прочитать документацию, которая очень хорошо изложена, собственно, по Helix. и можно приступать к работе. Если я уже как бы достаточно скиллово буду, то есть если у меня уже большой опыт, то есть мне уже не нужно будет читать документацию. Ну, я бы прочитал. Все равно еще раз. Я понял. Я бы два раза прочитал. Здравствуйте. Меня зовут Павел. У меня вопрос по… я немного не заметил в рамках проекта, что вы показывали, как осуществляется разделение фронт-энд части. Я сейчас говорю про стили и скрипты. Как в рамках фичи разделяются вот эти вещи и как они? Сейчас. В общем, для чего у нас, собственно, слой проектов предназначен? Он у нас предназначен для того, чтобы хранить в себе CSS и JavaScript. То есть как бы в Habitat'е вьюха содержится фичи и там более-менее такой HTML, который похож. И, собственно, в проекте самом у вас хранится CSS и JavaScript, который как-то его кастомизирует, как-то изменяет. То есть более-менее у вас разные получается. Ну, в плане, когда у вас совсем разные HTML, тяжело-то будет это все CSS и JavaScript так выкрутить, чтобы, ну, то есть неоправданные затраты. Ну, а так CSS и JavaScript в Project Layer лежит, там он настраивается, там он там хранится. То есть относится к определенному сайту. Понятно, спасибо. Тогда еще следующий вопрос. Смысл Helix, один из как бы смысл его использования, это реиспользование компонентов. Может быть имеет смысл как-то, опять же, фича должна заключать в себе полный набор компонентов, правильно? Ну, чтобы ее можно было реиспользовать, такие, допустим, как Carousel, она же в себя явно включает и JS, и CSS. Может быть, возможно ли это как-то в одном месте хранить? В плане в одном? Ну, я имею в виду в плане фронт-энда, фронт-энда. Тоже вопрос. Вот, ну, вы сказали в проекте, но смысл Helix reuse functionality, yes? Есть, безусловно. Что касается похожих компонентов, то в Project Layer добавляется проект common, который содержит себе похожие части. Ну, то есть вот, допустим, Carousel, как бы JS можно туда вот положить и, собственно, использовать оттуда. Ну и… Просто Carousel как бы… Ну, Carousel разные бывают, и по-разному JS к ней можно написать. То есть не знаю, насколько логично класть вместе с фичей ее. Ну, JS у нас еще любит изменяться очень быстро со временем, поэтому… Согласен. Спасибо. Для Carousel логично будет положить фичу? Для Carousel логично будет положить фичу все, что к ней относится. То есть в плане .NET это будет модель, какие-то модели, видимо, раз это Carousel. Контроллер, который отображает, собственно, Carousel. View, которую отображают для Carousel. Также темплейт какой-то. Карусели слайдов. Placeholder setting есть, там конфиги. Универсальный. Да. Да, да. Какой-то прямо универсальность, да. А вот смотри, получаю тут Пашин вопрос. Вот есть JavaScript, который конкретно инициализирует переключение. Мы говорим, что мы берем вот проект, да, и копируем в новый, ну, для нового кастомера, да. Получается, мы уже не можем на уровне проектов хранить, потому что сам кусочек JavaScript кода, да, он должен располагаться вместе с проектом с того модуля нашего. Получается, нужно как-то тогда собирать все JavaScript и итоговые исходные… Ну, то есть JavaScript собирать… Ну, есть вопрос, в общем, к Helix на самом деле. Ну, суть не в этом. Как бы JavaScript, как бы у нас в фронтенде они любят очень по-разному все делать, да. Ну, то есть если мы положим какую-то конкретную имплементацию карусели туда, то следующий фронтенд откроет и скажет, что мне это не нравится, я сделаю свою карусель, моя будет крутиться куда лучше. Поэтому мы это выкосим и добавим новую. Ну, то есть как бы я бы так не делал. Все понятно, спасибо. Вот насчет ИОКа, кстати, вопрос. Я вот читаю вот эту формулировку и вижу только то, что здесь, по сути дела, написано, что мы должны получиться и учить только уровень бизнес-логики, а остальные уровни, они как бы, ну, как мне, как человеку непросвещенному, опять же в Sitecore, они, ну, не используют инверсию контроля? Foundation уровни используют также. То есть два? То есть да, ну, бизнес-логику я написал как бы для примера. Ну, в принципе… Ну, то есть по факту все уровни, да? Да, да, все уровни. Поэтому мы кладем это в Foundation, так как в Foundation между собой dependencies разрешены, ИОК это что-то базовое, мы можем на него ссылаться, чтобы его использовать, так? Фичи могут ссылаться на Foundation, Project может ссылаться на Foundation. Если мы это положим в Project, мы не можем на него ссылаться. То есть по факту у нас получается вот этот вот dependency resolver, он лежит только в одной, ну, грубо говоря, на одном уровне. Насколько это просто с точки зрения модульности правильно? Я имею в виду в сравнении вот с тем же самым там классическим NLMISP-приложением, в котором есть там уровень там DAL, BLL, там уровень презентации, вот. И условно как бы, ну, если уж совсем правильно говорить, то в рамках такого приложения нужно, чтобы как бы на каждом уровне был реализован собственный модуль, а где-нибудь наверху они просто подключались. Тогда как бы мы, соответственно, можем там целиком вообще полностью выкосить весь наш, например, уровень базы данных, подключить какие-то новые, там будут видны те же самые интерфейсы, реализация будет другая совсем. Вот модуль просто мы включаем с таким же названием и все у нас из коробки работает. То есть как бы, ну, модуль, ну, или там уровень, можно по-разному называть, он в рамках самого себя только производит резолвинг. То есть нет никакого там, ну, центрального, то что, например, там на уровне бизнес-логики у нас решаются вопросы там уровня базы данных, как вариант. Ну, так, я понял вопрос. Я могу перефразировать, если я как-то запутал там. Нет. Просто есть, я еще раз объясню, мне почему интересно, потому что в плане того же самого там классического SP-приложения, я думаю, что здесь то же самое примерно будет, вот, можно по-разному делать. Можно делать какой-то там, например, все-таки открывать зависимости, вот, и чтобы там, например, вышестоящие классы видели и интерфейсы, и классы, и могли там на самом верху где-то регистрировать, вот, но этот как бы подход не совсем правильный с точки зрения самого паттерна. На самом верху это как в самом, в чем-то фундаментальном или на самом верху… Нет, на самом верху там в смысле… То есть как бы там, да, в этом случае, то есть где-то в проекте, то есть это самый верх получается, да? На самом верху я имею в виду, то есть на том же самом там, я не знаю, ну пусть уровень там presentation layer. Вот, например, мы на нем там dependency, то, что лежит в бизнес-логике. Вот, такое тоже можно сделать, оно будет работать, это тоже будет считаться dependency injection, но это как бы не совсем правильно. Ну вот этот слайд, по-моему, отвечает на вопрос немного в плане того, что зависимости у нас идут в ту сторону. Это ок, они всегда идут в одну сторону. Ну да, я согласен, просто если мы положим на самый верх, то нам надо знать тогда о всех остальных уровнях. Нет, просто вот что конкретно вот, например, на уровне фича, я так понимаю, что самый, ну как бы, по сути дела у нас конечный, это то, что это foundation или наоборот? Foundation – это основной уровень, который ни о ком больше не знает. Вот, то есть у нас получится, ну как бы на project, то есть идет вот так вот. То есть project – это тот, который знает обо всем, это конечный уровень, это уровень презентейшнов. Здесь у нас хранится CSS, там JavaScript. Вот, и получается на каждом из уровней там сделан какой-то свой резолвер. Резолвер вот здесь вот один, тут какие-то, то есть здесь мы регистрируем какие-то сервисы, которые к фиче зависят. Ну то есть на самом деле о IOC можно как бы много говорить и о разных его имплементациях. Не-не-не, ну конкретно интересует, то есть какая применяется там больше с точки зрения паттерна Helix, например. Ну в Helix про IOC конкретно ничего не написано. А, то есть это не относится? Я понял. Ну это как бы, его можно не добавлять туда вообще, ну без OCO туда. Как бы если не знаешь куда положить, то, ну если как бы добавил, то добавляй foundation. Почему? Потому что каждый должен на него ссылаться. Если мы положим этот project и добавим ссылки project на каждый из DLQ сверху, мы получим нарушение направления зависимости. потому что тогда у нас самый крайний уровень знает о всех существующих сверху, так? Нет, так нарушать уровень изоляции можно и тем, что, например, ну по факту вышестоящие должны видеть только интерфейсы. Но не все так делают. То есть, например, если реализовывать то же самое не через контейнер, а через абстрактные фабрики, ты же прекрасно знаешь, что тогда это то же самое нарушение уровня изоляции. Это мой вопрос. Ну то есть тогда весь смысл модульности теряется. Поэтому я и спрашиваю в контексте паттерна Helix. Можем после вот обсудить этот вопрос подробно. Ну короче, если что, если не знаем, то лучше не лезть. Если что, то есть блок, который написал чувак, как настраивать IOC в проекте Helix. И он привел в пример Habitat и прямо туда заимплементил это все. И написал это очень красиво, как это делается. И, возможно, даже обосновал, почему так, но не факт. Но это не точно. Но это не точно. Как-то так. Я понял. Спасибо.